Январь 2013 года. Первый взрыв на трубке Бутуобинская. Несмотря на начало промышленных работ на месторождении, добыча алмазов здесь так и не началась. Запасы Бутуобинской оцениваются геологами в 70 миллионов карат, или 14 тонн алмазов. Но залегают они глубоко под землей. Чтобы добраться до Кимберлита, горникам потребовалось снять 100-метровый пласт пустых пород. На это ушло два года. Объемы вывезенных пустых пород составили десятки миллионов кубометров. И только тогда горники увидели первый Кимберлит. С начала года мы вывезли порядка 4,5 миллионов кубометров горной массы. Ну и сейчас вот добрались до алмазоносной руды. На данное время диаметр карьера порядка двух километров, но это не конечная сифра, так как карьер постоянно расширяется. Рядом с Бутубинским карьер Нюрбинский. За последнее время и он стал глубже и шире. Работы не прекращаются здесь ни на минуту. Вереницы самосвалов вывозят на поверхность алмазную руду. Работы горникам здесь хватит на долгие годы. Карьер Нюрбинский будет работать до 2026 года. И погребенная россыпь до 2039 года. То есть в комплексе карьер, как будем говорить, опасный производственный объект будет работать до 1939 года. Вполне возможно, что к моменту консервации карьера в Накыне появится первая шахта. Но пока этот вопрос в обсуждении. Вся надежда на геологов Алроса. До 2039 года у них достаточно времени для поиска новых месторождений.